Здравствуйте, дорогие друзья! Это пятое и последнее видео в цикле, посвященном базовым качествам структуры личности, на которых выстраивается вся наша структура, на которых формируется наш характер. Ну и, как я уже много раз говорила, что именно характер, именно эта структура определяет ваше внутреннее субъективное ощущение мира, счастье, несчастье. Также эта же структура определяет вашу судьбу. И эти качества, качества, на которые влияет только человек, не ваша душа, не ваше высшее я, не кто-то еще, это то, что зависит только от вас. Так, например, мы можем не быть способными влиять на многие наши качества, мы можем их воспитывать, мы можем их как-то развивать, но есть пять основополагающих, которые зависят только от вас, только от ваших сил и воли, только от ваших действий. И мы говорили, что это первое качество, это достоинство и благородство. Второе качество, это честность, честолюбие, стремление к знаниям, к развитию. Третье качество, это безоценочность, нейтральность, способность говорить от я и собственных чувств. Четвертое качество, это воля изъявления, способность брать ответственность, принимать решения и понимать или не понимать, но по крайней мере нести ответственность за все эти последствия наших мыслей, действий. И, наконец-то, сегодня у нас с вами пятое качество, и это чувство юмора, потому что это все про радость, легкость, творчество, проявление своей внутренней индивидуальности. Это про нашего внутреннего ребенка, потому что если этого качества нет, то даже благородный человек, честный человек, ответственный человек, он будет сухарем, он будет таким хорошим биороботом. Знаете, это будет хороший человек, но он не будет живой, он не будет уникальным, он не будет оригинальным, он не будет той искрой, познающей природы, потому что он будет вот в этом вот мундире. И чувство юмора дает нам вход к смягчению вот этих вот жестких линий. Это вообще такой огромный инструмент, и, возможно, когда-нибудь по этому поводу вообще запишу какую-то целую лекцию, насколько эта качество и способность нам с вами помогает быть способными самим над собой посмеяться, постебаться, да, как есть такой сленг. Быть способным воспринимать все с улыбкой, с радостью, с легкостью. И вообще, на мой взгляд, вся эта структура выстроена между такими двумя поинтами, да, это вот благородство, достоинство и легкость, радость, чувство юмора. А вот этих три вышеперечисленных качества, они как будто между ними, которые как раз и создают устойчивость с одной стороны и пластичность с другой стороны. И там мы как никогда близки к Богу. Если я говорила, что мы в благородстве, в достоинстве, да, очень близки к нашим божественным качествам, то здесь мы близки к Богу немножко в другом аспекте, вот в этой естественности, в доброте, в открытости, потому что ребенок, посмотрите на детей, да, они, возможно, там как бы нету этого благородства, достоинства, но там есть самоценность, там есть центричность, там есть возможность импульсивно проявляться, и ребенок не способен набежаться, ребенок по-настоящему. Я имею в виду сейчас еще тот возраст, до того времени, когда у нас уже фильтры восприятия сформированы, он реагирует естественно, он, и мы не можем быть детьми, это понятно, поэтому нам нужны для этого ребенка вот эти вот все верхние настройки из наших взрослых структур личности, которые как раз и формируют из нас настоящего человека. И вот я бы, да, предложила вам немножко поисследовать у себя это качество. Чувство юмора, скажем так, не у всех развито, но его нужно развивать. Смотрите какие-то передачи, не только духовные, не только касающиеся научных исследований, или какие-то передачи, которые вам нравятся, смотрите там, где вы можете посмеяться. Смотрите своими детьми мультики, читайте сказки, верьте в чудеса, загадывайте желания. То есть это все вот из этой части. И, как я уже сказала вам, это качество, которое способно и которое нужно развивать. И развивая его, вы будете добавлять в себе вот этой вот части. И тогда все устойчивое, правильное, величное, принципиальное и так далее будет смягчаться, будет приобретать красивые, мягкие узоры, которые будут помогать и вам, и тем, с кем вы контактируете. Будьте радостны, будьте легки, будьте человеком с большой буквы. И вы будете видеть, как ваша жизнь будет потихонечку меняться, а ваше субъективное состояние счастья будет увеличиваться. Спасибо вам за ваше внимание и до новых встреч.